Модель, на которую я сейчас катаю, Seba 3X. Это, несомненно, вершина совершенства и эволюции в роликовых коньках. Карбоновый ботинок, отсутствие валенка для более точной передачи усилий, инновационный трикав. И сразу же отпадает вопрос, стоит ли отдавать за это совершенство 430 долларов. Конечно же, конечно же, нет. Купив Pro-модель, мы сразу же сталкиваемся с проблемой. Ролик должен сесть по ноге. И почти месяц мы не можем кататься даже час. Но любители Seba начнут кричать, что ко всем роликам нужно привыкнуть. Даже к FR-1, который славится своим удобством и мягкостью. Но я покупаю не Seba FR-1, а Seba 3X, который стоит 430 долларов. И я плачу такие деньги для того, чтобы моей ноге было удобно и мягко. Ну ладно, забудем о временных неудобствах. Ведь кроме разрывающих шаблон и инноваций, к ним приложили руку гениальные французские дизайнеры. В этой модели наилучшее сочетание цветов. Многие производители до сих пор ломают голову, как им это удалось. Они просто потрясают мой разум свои изящные комбинации черного. И что больше всего меня удивляет, это то, что китайцы додумались поставить на пятку резинку, а не кожзаменитель, который рвется в течение 6 месяцев, а французы нет. Я, конечно, понимаю, что Seba 3X пропагандировались вначале как фитнес-модель. Но фитнес-модель за 430 долларов недороговато ли? И, кстати, насчет цвета. Я знаю, вот тогда пошла в Black Edition, типа это все круто, очень модно. У меня такое подозрение, что они там все дальтоники, им очень обидно. Все мы понимаем, что это про модель. И на ней нужно повышать свой скилл. С лалами, слайдах и ФСК. Ой, я сказал ФСК? Блин, ну короче, катал себе полгода. Катал с лалом. Ну, вайперы, просто базу катал. У меня две рамы треснутые на пятках, я не понимаю, почему, серьезно. Самое главное, что у меня ведущая нога правая. А было треснуть сначала налево. И как это вообще можно... Блин, я не понимаю. Лафар мог спокойно пластиковую раму поставить. Или сборную, знаете, вот эти вот с двух сторон, которые ставятся. Один и тот же эффект. Ты просто едешь, 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 ты понимаешь, что у тебя впереди бордер, с которым нужно съехать. А в этот момент ты думаешь, как же ты упадешь, боком или передом, когда у тебя рама разлетится на две части. Ладно, забудем о раме. Поговорим о носке. Да, изящной, красивой. Красивые линии, плавные переходы. Но в 2012 году, когда вышла эта модель, почти каждый человек, кто занимался слалом, катал той пистолет. Не катали разве что дети восьми лет. И то в Азии уже и они катали. Сразу же вопрос. Почему нельзя было установить пластиковую такую пластиночку, чтобы ролик был защищен? Иначе получается вот такое вот проветривание. Я не спорю, может быть, это было так задумано. Почему нельзя было поставить пластиковую защиту, как на Себа Игорь? Это очень разумный ход, но я понимаю, покупая бы эти ролики с пластиковым носком, они бы у вас проживали больше шести месяцев. Дизайнеры на это и рассчитывали, что вы будете стирать свои ролики практически до карбона. Хотя, как это можно называть, сейчас кусочек оторву. Стирать свои ролики до карбона, а потом гуталином их замазывать. Себа скоро будет, у них есть фабрика специально по производству гуталина. Они будут это тоже зарабатывать. Они уже выпускают в себя разные рюкзаки, бесполезные сумки, такого же качества, как и эти ролики. Кстати, о нем мы и потом поговорим. Ну, в общем-то, все. О носке, что я хотел сказать? Ну, очень красиво, знаете, вот так вот тепло. И можно согреться, он такой вот мягенький. Очень нужная штучка. Сюда можно монетки складывать. На данной модели, по идее, катаются прорайдеры. Профессиональные роллеры, которые катаются каждый день, тренируются каждый день. С лаванами, слайдах. Забыли про ФСК. Но что у нас происходит после 6 месяцев? Те же Себа Трикс, просто левая ножка. Она с вами может даже поговорить, смотрите. У нее даже язычок может вот такой вот вылезти. Я напоминаю, что эта модель стоит 430 долларов. Катаюсь я на ней, по-моему, полтора года или второй год. Вот. Ну, первый год я тренировался, и интенсивного катания не было. Что можно сказать в конце? Эти ролики подходят для людей, которые уже имеют опыт катания или состоят на спонсорстве. Если же вы все-таки купите эти ролики, через сезон вам захочется сжечь этот карбон, обтянутый кожзамом. В этих роликах есть один плюс. Вы можете оставить их в месте катания, и их никто не заберет.